Сиом и Нафи выпустили исследование, где показали, что доверие россиянам к банкам на максимально высоком уровне 83%. И выходит это исследование под заголовком, что россияне очень сильно доверяют, безумно доверяют банкам, потому что когда было санкционное давление, банки справились, не взорились, деньги не потерялись. И под этим ключом очень много репостов, и банки очень, видимо, рады тому, что им клиенты сильно доверяют, и счастливы, и думают, у них все хорошо. Однако мы озадачились этим вопросом, решили узнать, а чему именно доверяют клиенты. Ну и классическое понимание доверия, это что банк не возьмет твои деньги, не исчезнет завтра с ними, или не обанкротится, как это было в 1991 году, и в отдельно взятых случаях с банками, когда они банкротились. Но помимо этого есть другой уровень доверия, так скажем, более для стабильной жизни, не для форс-мажоров. Ведь доверие это не только касается, когда человек уж совсем идет плохо, но и доверие нужно, когда жизнь в принципе размерена, и все хорошо. И в таком случае доверие стоит рассматривать как тот факт, что банки как компании, не как финансовый институт в принципе выполняет свои обязательства, а как компании работают на то, чтобы удовлетворить и следовать твоим долгосрочным целям. Как компания, она заинтересована, что тебе будет помогать, что она будет помогать тебе развиваться, становиться лучше, богаче и так далее. Это совсем другой вид доверия, что конкретно вот этот банк, он заинтересован в том, чтобы я развивался. Не то доверие, что я вложил деньги, они исчезнут в принципе, а то доверие, что я вложил и все-таки надеюсь, что этот уровень, что он не исчезнет, мы не обсуждаем, а обсуждаем, что давай-ка подумаем, как ты сделаешь так, чтобы не было лучше. Вот, как вы считаете, такое доверие имеет место быть и важно ли оно в обычной экономике или в нашей, так скажем, военной экономике. И влияет ли это на последующее принятие решения клиентов о сотрудничестве, о покупке дополнительных продуктов, расширении линейки и раскрытие данных о себе.